На данный момент эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. В нашей стране с начала пандемии, по данным Минздрава, общее число выздоровевших составляет 97%. Во многом благодаря своевременности принятых мер, очередной шаг проводимые в настоящее время переговоры с ведущими фармкомпаниями, разрабатывающими вакцины против COVID-19. В то время, когда во многих странах наблюдается очередная волна распространения COVID-19, в Узбекистане сохраняется стабильная ситуация. Но, как комментируют эксперты, это не повод расслабляться. Ответственные лица соответствующих организаций и министерств ведут переговоры с несколькими странами касательно вакцины против COVID-19. Одна из них — Индия. Страна имеет развитую фармацевтическую промышленность. На её доле приходится 60% мирового производства вакцин. И на сегодняшний день индийские учёные приходят к завершению своих исследований в этом направлении. Как вы знаете, президент Узбекистана, его эксцелленный мистер Мирзеев. Как известно, 11 декабря этого года состоялся саммит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзеева и премьер-министра Индии Нарендра Моди в формате видеоконференции. В спектре внимания руководителя был целый ряд вопросов расширения стратегического партнёрства. В том числе серьёзный акцент сделан на консолидации усилий в противодействии распространению COVID-19. Отмечалось, что Индия обладает значительными производственными мощностями по изготовлению вакцин. Да, в настоящее время в нашей стране разрабатываются три вакцины. Первая находится на третьей стадии клинических испытаний. Две остальные на второй. Эти вакцины в скором времени поступят уже в производство, будут доступны людям. Представители ответственных организаций Министерства Узбекистана ведут переговоры с компаниями-производителями. Мы надеемся, что эти переговоры будут успешными. Узбекистан и Индия консолидируют все усилия в борьбе с коронавирусом и дальше будут оказывать посильную помощь друг другу в этом направлении. Были обсуждены двусторонние отношения фармацевтической отрасли, в частности, инвестиционном и торговом отношении. Также особое внимание было уделено развитию сотрудничества по организации производства и проведению совместных исследований по разработке вакцины против коронавируса. На сегодняшний день ведутся переговоры с компанией Зидискодила, сером институтов Индии, Бахарат Биотек и Панацея Биотек в рамках видеоконференц-связи. Процесс переговоров о вакцинах с развитыми фармацевтическими странами продолжается. Они досконально будут изучены и пройдут проверку в несколько этапов. Ведь главная цель – выбрать лучшее и наиболее эффективное, после чего вакцина будет представлена населению.